Здравствуйте! В эфире программа «Суть дела» и я, ее автор и ведущий, Григорий Тинский. Ровно 20 лет назад в Москве состоялся четвертый вооруженный мятеж 20 века. Первый был в декабре 1905 года, когда рабочие, распропагандированные большевиками, выдвинули сначала экономические, а затем и политические требования, а их вооруженные отряды захватили большую часть Москвы. Все началось с всероссийско-октябрьской политической стачки и продолжилось, несмотря на изданный царем манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября. Это тот самый, о котором революционный поэт Павел Арский написал «Царь испугался и издал манифест «Мертвым свободу живых под арест». Хотя этим манифестом России была дарована свобода совести, слова, собраний, союзов и даже неприкосновенность личности. С этого манифеста началась история русского парламентаризма. Была создана первая Государственная Дума. Потом были вооруженные столкновения рабочих с войсками и полицией и закончилось все артиллерийской стрельбой и победой кровавого царизма. Второй мятеж был снова в октябре, но уже 1917 года. История его хорошо известна. Завершился он Великой Октябрьской революцией, плодами которых мы все наслаждались целых 74 года. Большая часть из вас хорошо полнят эти времена, так что в дополнительной характеристике они не нуждаются. Третий мятеж состоялся 6 июля 1918 года. В сфальсифицированную большевиками историю России он вошел под названием Левоэсеровского. И был то ли актом отчаянного сопротивления идейных эсеров под предводительством Марии Спиридоновой против предавших идеалы революции сторонников Ленина, то ли талантливой провокацией ВЧК во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Подавливан был быстро, относительно бескровно, а поджегший фитиль бунта эсер Яков Блюмкин, убивший немецкого посла Мирбаха, сделал такую блестящую карьеру в сталинском НКВД, что сомнения относительно его связи с Дзержинским остаются до сих пор. В октябре 1993 года вооруженным столкновением предшествовало жесткое противостояние президента Ельцина и его правительства с одной стороны и взбунтовавшегося Верховного Совета с другой. Обе стороны стали заложниками старой еще советской конституции РСФСР, оказавшейся недееспособной в условиях ранней стадии российского демократического капитализма. Так уж случилось, что на стороне Ельцина были сторонники рыночных реформ и демократии, а на стороне Верховного Совета плакальщики по почившей в бозе советской власти. Крайне экстремистки настроенные русские националисты и просто авантюристы, жаждавшие власти. Возглавляли эту сторону тогдашний председатель Верховного Совета Руслан Имраноч Хасбулатов, о котором злые языки тогда отзывались, как о верном Руслане, покусавшем своего хозяина, имея в виду повесть Георгия Владимова о лагерном караульном псе по кличке Руслан. И вице-президент России Александр Рудской, призывавший своих сторонников сдаваться в американское посольство и требовавший от тогдашнего и ох уж эта ирония судьбы, вновь занявшего этот пост председателя конституционного суда Валерия Зорькина, выслать бомбардировщики на бомбежку Кремля. Кончилось все расстрелом Белого дома из танков, гибелью людей, количество которых до сих пор точно неизвестно, и торжеством самой отвратительной формы демократии олигархического типа. Наверное, 20 лет слишком малый отрезок времени для матери истории. Российское общество до сих пор разделено в оценке этих событий, но для нас, сегодняшних, важно понять суть того, что 20 лет спустя мы все еще не можем объективно оценить. Мне кажется, что суть это заключается в следующем. Сформулированная британцем Джоном Локком и французом Дементюске еще в 18 веке теория разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную не допускает перевеса в сторону ни одной из них. Теория сдержек и противовесов есть ее неотъемлемая часть. В 1993 году всевластный российский парламент, отягощенный советским наследством, парализовал власть исполнительную, что и привело к вооруженному противостоянию. Если бы преимущество было на стороне исполнительной власти, результат был точно такой же. И еще. Никакое противостояние идей, интересов, верований и пристрастий не должно позволять нам забыть, что все мы граждане одной прекрасной страны под названием Россия, которую мы все любим, может быть, каждый по-своему, и все желаем ей процветания, так, как каждый из нас это понимает. Это, может быть, не слишком гениальная мысль, была актуальна в 1993 году ровно так же, как и сегодня, 20 лет спустя. Это была программа «Суть дела» и я, ее ведущий, Григорий Тинский. Редактор субтитров А.Семкин